Радио Филадельфия 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 Радио Филадельфий Радио Филадельфия Радио Филадельфия Дорогие друзья, мы продолжаем знакомить и знакомиться с нашими земляками, живущими в Соединенных Штатах Америки. Сегодня у нас в гостях опытный путешественник во времени Сухробасилов. Почему так, мы узнаем по ходу нашей программы. Сухроб, добрый день. Я приветствую вас в программе «Сарбон» на волне 106 и 5FM. Вы знаете, что в переводе с узбекского или таджикского «Сарбон» – это проводник, путеводитель, гид и даже поводырь. Сегодня мы просим вас быть нашим «Сарбоном» в мир доселе нам не очень знакомый. Итак, давайте знакомиться, откуда вы родом, как давно в Америке, чем занимаетесь. Я приветствую всех. Зовут меня Сухроб. В Америке я уже с 2009 года и на данный момент работаю паралегалом в одной адвокатской конторе и в свободное от работы время занимаюсь исторической реконструкцией. Сам родом из Ташкента. А в Ташкенте где жили? В Ташкенте я жил в доме прямо за магазином «Динамо». Улица Усмана Юсупова. Орда также известная. В свободное от работы занимаетесь исторической реконструкцией. Это хобби, да, ваше хобби? Да, это мое хобби. Ну, на самом деле, наверное, я использовал не то слово, ведь родили что ни на есть серьезным, да, все по-взрослому. Это же, наверное, не просто хобби. Ну, естественно, да. Для большинства реконструкторов, в принципе, здесь США, которые американцы, да, можно сказать, что это хобби. Для меня это, наверное, чуть больше. Это какая-то историческая память. Это что-то, что соединяет меня и моих предков, которые погибли на фронтах Великой Отечественной. А как давно вы этим заняты? Исторической реконструкцией периода Великой Отечественной войны я занимаюсь ровно пять лет. Вот следующий месяц будет ровно пять лет, как я начал заниматься этим. Вы сказали, что ваши предки, там, вот вы из Ташкента, в Ташкенте вы этим не занимались. Ну, как бы, вот. Ну, как вам сказать, в Ташкенте, во-первых, такой темы не было никогда. И если бы я знал, бы я, конечно, занялся бы. Но я сюда приехал, мне было почти девятнадцать лет, поэтому, как бы, и там я еще был зеленым студентом. А здесь через какое-то время я нашел единомышленников и узнал, что есть такое движение и примкнул к нему. Ну, наши радиослушатели не видят вас, да, ну, кто потом, может быть, на Ютубе нас это увидит. Вот я вижу, что вы в военной форме старшего лейтенанта. Я, правда, не знаю, малиновый цвет, это что было в то время? Это форма сорок третьего года выпуска, да, я так понял? Да, это образца сорок третьего года рабочей крестьянской красной армии. Малиновый цвет означает принадлежность к пехоте. К пехоте? Да. Это не войска НКВД, нет? Нет, это именно принадлежность к пехотным частям рабочей крестьянской красной армии. Вы приехали в Америку как? Вот вы с семьей здесь, родители, братья, сестры? Да, я вместе с своими родителями переехал сюда по гринкарте. Вот я просто смотрю, у вас тут на стене висит, красное знамя висит, но узбекская СССР. Это какой-то, ну, это новодел какой-то, потому что полагаю, что это как бы знамя войсковой части, но здесь узбекская СССР. Нет, это знамя такое обычное, оно как бы чем-то по дизайну напоминает переходящее знамя в соцсоревнованиях, но тут оно использует символику узбекской СССР, сверху имеет на узбекском языке надпись, которое гласит, что на него пролетарный арабы Ля Шингес, и это да, это оригинал, который был куплен мной еще в одной из моих поездок. А, ну, это переходящее красное знамя для трудовых коллективов, да, в победе по соцсоревнованию, надо полагать. Ну да, какая разновидность. А, тоашкенда, хайзмактэбдохэгэнс? А, тоашкенда, хайзмактэбдохэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэ Если говорить о Ну давайте про Узбекистан Тогда вы Может быть этим Как бы не занимались Не интересовались Вот такая историческая реконструкция Вот ваша тема Она была тогда в Узбекистане Или сейчас она есть Вообще есть такие люди Которые этим занимаются Я знаю людей отдельных коллекционеров Которые живут в Ташкенте И которые Занимаются тем что Они не занимаются конкретно Военно-исторической тематикой Конкретно как я Они скорее всего занимаются Именно коллекционированием для себя Ага А в других странах как постсоветских? На Украине, в России, в Белоруссии Очень хорошо Развито это движение То есть там И также в странах Прибалтики В бывшие советские республики Там тоже очень хорошо Развито Можно говорить что В шести республиках Очень хорошо развито Реконструкторское движение В принципе Я лично вот Равняюсь Можно сказать На этих товарищей В своем деле Ну Насколько я понимаю Когда мы говорим Об исторической реконструкции Это не только же Да вот тот период Который вас интересует Это же чуть ли не с древних времен Да Если у вас остались Какие-то связи с Узбекистаном Неужели там никому не интересно Я не знаю Ну например Исходя из того что там Интерес к истории родины Наверное тоже силен Неужели там нету Каких-то групп Или клубов Которые бы хотели Вот Заняться исторической реконструкцией Времен Я не знаю Ну Амира Тимура Там Бабура Там условно говоря Ну реконструкция Да действительно Военно-историческая реконструкция Охватывает Просто Огромнющие Истории То есть Я знаю В моем клубе Состоят люди Которые Свободные От работы Время тоже Занимаются Не только Великой Отечественной Но занимаются Первой мировой И викингами И даже Римской империей Да Да То есть А то что Вот в Узбекистане К сожалению На данный момент Почему-то в Узбекистане Это не так развито Ну как бы есть Наверное Есть государство Которое Использует пропаганду И Что-то делает Вот Например Там есть Вот эти вот концерты В метро В военной форме Конечно Очень неправильные Которые проходили Несколько раз Оркестр играл там И они пели Разные песни Фронтовые Вот Пока что Только это Ну вот В прошлом году Я знаю Что в Ташкенте Открыли Большой парк Победы Посвященной Победе Вроде бы Ну я так понимаю Что вокруг этого Теперь значит Наверное Будут собираться Какие-то группы людей Энтузиастов Ну вполне вероятно Вполне вероятно Я вот Держу Контакт С одним Парнем Из Ташкента Вот Который Время от времени Обеспечивает меня Там Всякими Интересными Артефактами Историческими Вот Но Как бы Он пока еще Не смог Собрать Группу людей Или Самому Как-то Начать этим Заниматься Но было бы Очень интересно Если там Тоже это Начали делать Хорошо С чего Начинается Вообще Вот эта Работа Вы Читаете Книги Там Я не знаю Там Смотрите Фильмы Собираете Какие-то Материалы Я понимаю Что Возможно Сейчас Это все Можно найти В интернете Ну Если Исходить С того Что С чего Ты Если Начинать Вы С чего Начали Если Любое Дело Надо Начинать Наверное С того Что У тебя Должен Присутствовать Какой-то Интерес К этому И В нашем Деле Интерес Должен Присутствовать В том Что Ты должен Любить Читать Ты должен Любить Историю Конкретного Какого-то Периода И Начинать Немного Разбираться Время Музыкальной Паузы В нашей Программе Азиз Ватандаш Коклема Нинкор Кэм Фаслы Мубарэк Бурсын Дорогие радиослушатели Хочу напомнить Что Сегодня Гост Гост Нашей Программы Сухровасилов Который Очень даже Серьезно Занимается Исторической Реконструкцией Вот Вся информация О вас То Чем Вот Вашим Хобби Будем так Говорить Это же не за Правильное Это ли слово Повторюсь У вас На страничке На фейсбук Там я вижу Что очень же Много Оказывается Таких людей Которые Разделяют Ваши Вот эти Устребления Если я правильно Это слово Подобрал Сейчас Их так много Да Нас достаточно Много В нашем Клубе Состоит Постоянных Членов Как бы Которые Каждый год Платят Свои членские Износы Платят за Страховку За все эти Дела Около Сорока Человек А Таких Клубов Множество И Самое приятное Что здесь США Этим занимаются Именно американцы То есть Это люди Очень хорошо Владеющие Историей Великой Отечественной Войны Не то что Как бы Большинство Как думают Ну Российская пропаганда Предположим Ну или Вся вот Постсоветская Говорит о том Что типа Вот Американцы Ничего не знают Про Вторую Мировую войну И считают Что только Они Единственные Выиграли Эту войну И Другого мнения Быть не может Но я В своем Как бы В своем Этому Увлечении Встречал Именно Американцев Которые Этим Живут Вот Я видел У вас Там И техника Есть И лошади Есть Это Вообще Увеличение Такое Затратное Как мне кажется Да Среди Ездите Какое-то Я не могу Сказать Сражение Какое-то Наверное Отдельный Кусочек Какого-то Сражения Как часто Они происходят С учетом того Что Два года У нас Второй год Скажем так Карантин Да На данный момент Карантин И в прошлом году Я к сожалению Был только на трех Или на четырех Таких мероприятиях Обычно Их больше бывает Да Их естественно Бывает больше То есть например Летом У меня бывает Буквально Две-три недели Когда Я не на мероприятиях На выходных Основное время На выходных Я уезжаю На несколько дней То есть На пятницу Субботу И воскресенье Я уезжаю На историческую Реконструкцию На эти фестивали Они Я имею ввиду Здесь В Америке Происходят Да Они происходят Повсеместно В принципе Почти что везде По США И Нашей Вот Трайста Этерия Тут вокруг Достаточно много Здесь Вот какой-то Сценарий Составляется Да Там Распределяетесь Ну Да Если У нас есть Два вида Мероприятий Есть мероприятия Которые Называются Living History Event В России В СНГ Их называют Интерактивная площадка Это такое мероприятие Где Не обязательно Такое Все Соответствие В одну форму Или В один вид войск Или одного Вида Подразделения То есть Туда приезжают люди И мы устраиваем Фестиваль Где мы Выкладываем Свои вещи Показываем Разную форму Приглашаем Публику Публика приходит Фотографируется То есть Мы им Рассказываем Про какие-то Конкретные Скажем Про какое Конкретное Оружие Или Может быть Про конкретный Период Войны Про форму Про снаряжение Это вот Такие Ивенты Также Есть Мероприятие Это Американцы Называют Тактикал Ивент По сути Это Что-то Наподобие Армейских Учений Когда мы Берем Технику Берем Оружие Берем Холостые Патроны И По сценарию Какой-нибудь Конкретной Битвы Устраиваем Такие Бои Понятно Ну вот Если бои Устраивать Кто-то же Там Немцем Должен Стать Есть Наши Не наши Там Немцы А как Кто В немцев Попадает Ну Могу Сказать Что В СНГ У большинства Реконструкторов Не у всех Но у большинства Обычно Бывают Два Комплекта Формы Один На немцев Другой На Красную Армию Здесь У нас Просто Есть Гром Группы Американцев Которые Занимаются Разными Подразделениями Вермахта СС Крюксмарин Разных Других Подразделений Которые Были На Восточном Фронте Или на Западном И других Фронтах Второй Мировой То есть Вам Переодеваться Не нужно То есть Такие люди Уже Здесь Нет Я скажу Так Наверное Я никогда Не смогу Надеть Эту Форму Хотя Вот Например Я помню В детстве Когда я Смотрел 17 Довене Весны Впервые Форма Казалась Очень Красивой Она До сих пор Кажется Красивой Но Не знаю Есть Наверное Какая-то Историческая Память Которая Мне Просто Не дает Возможности И Не позволяет Надеть На себя Эту Форму Хорошо У вас Вот Форма Ткань Фурнитура Как говорится Она тех времен Или это уже тоже Новое Что-то Сделанное Потом Какие-то элементы Формы Они оригинальные То есть Скажем Кокарда Оригинальная Пуговицы Оригинальные Ремень В принципе Оригинальные Какие-то Элементы Там Скажем Снаряжение Планшет Оружие Кавуры Есть Оригинальные Форма К сожалению Из-за того Что это ХВ Она достаточно Плохо Сохраняется И У меня есть Несколько Комплектов Которые Современные Сшиты Но сшиты Из Материала Именно Тех времен Но Компания Которая Производит Которая Находится В Белоруссии В городе Минске Кстати У них Очень интересный Адрес Улица Ташкентская Местоположение В Минске Этой Фабрике Они Достали Именно Ту ткань Которая По своей Структуре И рисунку Очень похожа На оригинальную Ткань И Как бы Форма Очень хорошо Соответствует Исторической Действительности Ну Конечно Не могу Не задать Вопрос Вот Старший Лейтенант Времен Великой Отечественной Войны Это кто Это Комбат Великом Учитывая Что это Война И учитывая Что Могли Ити Потери Среди Старшего Начальствующего Состава РККА То есть В какой-то Конкретной Часть То есть В какой-то Момент И Сержант Мог Отказаться Командующим Целого Батальона Но мы Сейчас о другом Я хочу Понять Вот Если вы Пять лет Занимались Вы начинали Со старшего Лейтенанта У вас Тоже Как бы Звание Повышает В зонях Или вы Остаетесь У нас В реконструкторском Клубе Как бы Есть немного Вот Такая вот Подоплека Что Когда ты Приходишь Ты приходишь Рядовым Окей А потом По мере Твоего Опыта По мере Того Насколько Ты пригодился Группе Мы Поднимаем Звание Нашим Бойцам Понятно А значит То есть Командный Состав У вас Тоже Есть Да Ну Самая Усокая У вас Должность Там Я не знаю Начальник клуба Кто он Полковник Нет Начальник клуба У нас Майор А Ему Есть Куда Расти Еще Еще Есть Куда Расти Дорогие Радиослушатели Хочу напомнить Что Сегодня Гость Нашей Программы Сухробасилов Который Очень Даже Серьезно Занимается Исторической Реконструкции Эти Фестивали Эти Встречи Ну Вам Виднее Я не знаю Как это правильно Так сказать Сформулировать Но как вы думаете Становится ли Больше Ваших Последователей Что ли Интересующихся Да Становится Больше То есть Когда я Пришел В клуб Из Русскоговорящих Был только Я И Юрий Друкаров Который Был из Беларуси А потом Через какое-то Время Мы Смогли Набрать Здесь Среди Участников Бессмертного Полка Филадельфии В Нью-Йорке Еще больше Участников И сейчас Значительно Увеличили Количество Лидей В нашем Клубе То есть Вот в движении Бессмертного Полка Вы тоже Участвуете Вы лично Да Кстати Вот что в этом году Будет Не будет Он у нас Даже и в прошлом году Был В Филадельфии Мы выходили Я знаю Да И в ближайшее время Мой знакомый Виктор Рукаров Будет Скорее всего Получать Пермиты На проведение Акции И в этом году Обязательно Тоже Эта акция Будет Так что Приходите Если Вот Возвращаясь К предыдущему вопросу И вот в связи С этим Бессмертным полком Как увеличится Вообще Количество Участников Да Как Количество Участников Увеличивается Ну Насколько я знаю Вы проводите Это В центре Филадельфии Да А здесь Нет Да В Нордесте В русском районе Ну Как вам сказать Здесь В Нордесте Нету Во-первых Наверное Инфраструктуры Чтобы где-то Провести Это Здесь Невозможно Перекрыть Дороги И обеспечить Такое количество Полиции Которая будет Перекрывать Дороги Также Город Предлагает Произвести Все это В центре Города Что Выглядит Достаточно Эстетично На мой взгляд И Я не слышал Проводить его Здесь И где В Нордесте Это спальный район Ну я Я имею ввиду Например Ладно Если это Акции Бессмертный пол Если сейчас Не говорить А скажем Проходят же Какие-то Ивенты Вы В них Участвовали С вашим клубом Я имею ввиду Какие-то Общинные Большие Мероприятия Да Ну Ребята Которые Тоже со мной Занимаются Реконструкцией Они еще Занимаются Казачьей темой И Они на матрешке Участвовали Я к ним В принципе Несколько раз Со своими Приятелями После Бероприятия Заезжали на матрешку Где мы тоже Можно сказать В форме Прошлись Несколько человек Заинтересовали А вот Семья Разделяет Ваше Вот это Увеличение Так сказать Ваше хобби Что говорят Семья Моя семья Полностью За Всеми руками И ногами Как говорится За то Чем я занимаюсь То есть Если Если до этого Я был там Внуком Шалопаем Который был Там Непослушный И что же С него взять Как только Они увидели Что я занимаюсь Этим Как-то уровень Уважения Ко мне В семье Резко подрос То есть Все Старшее поколение Моих Родителей Там Тетя Дядя Все Полностью Поддерживают И Всегда ждут Каких-то новостей По поводу Всего этого Не сочтите Этот вопрос Как бы С точки зрения Меркантильности Ну скажем так Давайте Вот так Я знаю Что вы Ну вот Вы даже начали Разговор с того Что Знание Так сказать Темы Да Вот мы знаем Американских Давайте Фильмы возьмем Или сериалы Когда показывают Те времена Вот советские солдаты Как-то Ну Я даже Далекий От темы Человек Иногда Замечаю Что Ну форма Не та Или там Звание Там не то А меркантильность Вопроса Моего Заключается В этом Что Вы не Участвуете Например Я не знаю Типа Консультанта Для каких-то Фильмов Или там Постановок Ну как Человек Который Знает Больше Я понимаю Там Профессора Какого-то Наверное Университета По этой теме Их бюджет Может не поднять Вас не приглашали Может быть Там За это Я В съемках Двух документальных Фильмов Ага Один фильм Был снят Каналом Россия 24 Где Рассказывалось Про то Что существует Реконструкторское Движение Я даже Попал На Воскресный Выпуск Вести Неделя С Киселевым На 9 мая Несколько лет назад И там было Небольшое интервью Со мной И также Я снимался В одном Американском Документальном Фильме Про Евреев Которые были Из Польши В самом начале Первой мировой войны В 1939 году Эвакуированы Сибири В Узбекистан И там была Очень интересная История Одной женщины Которая Ребенком Была Эвакуирована Она Вышла Из поезда В Узбекистане Где-то Ташкентской области И Не вернулась В поезд И потерялась И через Все эти годы В 2017 году Ее наконец-то Нашли В Гулистане То есть Эта девочка Еврейка Она Осталась Жить Там В Гулистане Прожила Всю свою жизнь И ее родственники Из Израиля Наконец-то ее нашли Несколько лет назад Но в Голливудские фильмы В Голливудские фильмы Вас консультантом Пока еще не приглашали К сожалению Нет Еще нет Голливудских Фильмов Про С Которые Много Советской Тематики Но думаю Если вдруг Что-то будет То Надеюсь Что позовут И самый главный вопрос В чем Высшая цель Для чего Вот это все делается Высшая цель Это Чтобы Как вам сказать Чтобы Показать людям Как это было На самом деле При помощи Собственного Какого-то опыта Потому что Прочитать в книге Это одно Посмотреть в фильме Другое Но прочувствовать Жизнь солдата Тех времен Надо именно В этой форме С этим снаряжением Пройдя Десять километров Пешком С тридцатью килограммами На себе Вот именно тогда Ты поймешь Через что прошли Наши предки Где Вас Можно найти Где на ваш Я имею ввиду Ваш клуб Где на него Посмотреть Если Кто-то из наших Слушателей Появится Такой человек Ну я Если хотите Скину вам ссылки Всегда можно Со мной связаться Через Вконтакте Фейсбук Одноклассники Инстаграм Любые соцсети Я всегда отвечаю Если кому-то Что-то интересно Я живу здесь В Торнесте И Как бы Всегда могу Рассказать Что в ближайшее время Там-то здесь Происходят Какие-то исторические Мероприятия Где можно посмотреть На технику На самолеты На форму На солдат Разных То есть Со мной всегда Можно связаться Ну что Спасибо огромное Сухроб Удачи вам Во всяком случае Неординарном Таком Увеличении Я боюсь Использовать Слово Хобби Потому что Мне кажется Это намного Глубже И Во всяком случае Для человека Далекого От всего этого Наверное И даже Немножко Непонятно Удачи вам Приходите еще Нашим Сарбоном Нашим Путеводителем Нашим Гидом В мир Исторической Реконструкцией Был наш Земляк Из Ташкента Житель Нордиста Филадельфии Сухробасилов Радио Филадельфия Сарбон 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 Сегодня Пятница Уже Вечер Близок Как говорится Такой Заразительный Пример Моего коллеги Дорогого друга Игоря Шунда Который Выходит В обеденное Время На нашей Волне Меня тоже Вдохновил И я вам Настоятельно Рекомендую Если вы Знаете Толк Узбекской Кухни Если вы Хотите Атентичную Узбекскую Кухню Помогу Я думаю Вам нужно Пойти в ресторан Самаркан Или ресторан Сузани Вот два Ресторана Где готовят Наиболее Близкую К Настоящей Узбекской Ташкентской Самаркандской Кухне Кому удобно И еду Так что Если планируете В свой вечер Где-то вкусно Поужинать Я предлагаю Вам Советую Вам Как человек Знающий Обратить внимание На эти рестораны Рестораны Самарканд И ресторан Сузаны А мы Продолжаем Нашу Программу Два часа